Оно связано с его индивидуальностью. То есть в случае, если у вас есть состояние доброты, какое? По отношению к себе. Доброта по отношению к себе. Не мучить себя, не воспитывать себя, не злиться на себя. По отношению к детям. Не орать на детей, заботиться, думать. Зачем я делаю что-то для детей? Из-за своей доброты. Для чего я провожу вебинар? Из-за доброты по отношению к людям. Почему я там стараюсь что-то создавать? Для того, чтобы выразить свое внутреннее состояние доброты. Может ли любовь быть элементом максимальным для человека, как сказал Иисус Христос? Любовь может быть без доброты. Любовь может быть без доброты. А вот доброта без любви невозможна. То есть быть добрым – это значит любить. Но быть добрым и не любить, ну так очень часто не бывает. Поэтому ваши знания школы дают вам возможность облегчить события вашей жизни, стать более добрым. И то, что вы попадаете в школу, мою эзотерическую, говорит о том, что у вас хорошая карма. Это говорит о том, что у вас есть возможность все изменить. Так как весь мир в этом кубе, о котором я говорю, он предопределен. И там много еще чего можно сказать. Дело в том, что это не является моей лекцией. И говорить об этом можно несколько часов. То есть рассказывать, почему я решил, что это куб. Как это проявляется в человеке. Как это связано с его здоровьем. Может ли здоровье как-то реагировать на какие-то поступки. Вот я вам могу сказать, как реагируем мы. Или как все реагирует на нашу судьбу. Человек обычно, это же психосоматическая модель. То есть в случае, если у человека есть проявление злости, то какое оно может быть? Человек злится на себя. Поздно встал. Потом начинает его раздражать кто-то. Он сидит и там рядом с ним находится свекруха, жена, дети или еще что-то. Не нравится как едят. Не нравится как дышат. Не нравится как стоят. Не нравится квартира. Не нравятся эти люди. Что это такое? Это проявление злости. Но она же не обязательно должна выливаться из человека. Она может накапливаться. В древних тибетских книгах Барь-Дурьян-Бо, Лхан-Дхапс, есть некое такое понятие, которое называется человеческим невежеством. Это перевод такой, который в свое время сделал в одном случае Бадмаев, в другом случае Джамци Гьямцо. И это перевод самого приближенного слова. Но на самом деле, вот это слово невежество, это просто неправильный перевод. На самом деле, вот это невежество в том виде, в котором оно преподается в буддизме, оно является словом невежество, но есть объяснение этому невежеству. Что же входит в качество этого невежества? То есть, когда Будда сказал невежество, то он объяснял, что же такое невежество. Так вот, невежество это не какое-то понятие узкое, как мы там, невежественный, значит ругающийся. Невежество в данном случае являлось компонентом, в котором человек злился и находил возможности злиться, проявляя эту злобу или не проявляя. И другой вариант, и там было сказано, что накопление невежества, плохая карма, накопление невежества, Жизнь в невежестве создает у человека условия, в ходе которых он будет болеть.